Ровно год прошел после того, как в Акасе запустили программу сохранения развития малых сел. Ее реализуют с января. Проект хоть и рассчитан на три года, но первые достаточно успешные результаты уже есть. Какие? Расскажем прямо сейчас. Республиканский проект дарит второе дыхание селам, где с надеждой на процветание давно попрощались. По всей Акасе таких мест более 70. У них нет элементарных условий. Ни ФАПа, ни школы, ни почтового отделения. В первый год открыли проект «21 село». Самый главный вопрос – финансовый. Финансирование программы многоканальное. Первый источник – это деньги, заложенные в самом проекте. 150 миллионов рублей. По 50 миллионов на каждые 12 месяцев. В среднем на село вышло по 1,5 миллиона рублей. В итоге на эту сумму уже сделано. В деревнях наладили водоснабжение, на условиях софинансирования пробурили без малого 90 скважин. На общую сумму свыше 14,5 миллионов. Действительно, для многих малых сел, где появились колонки, раньше вода была недоступным благом. Брали ее в лучшем случае из старых скважин. В худшем – черпали из местных рек. На условиях софинансирования 50% платит республика, 50% – частник. Улучшили условия водоснабжения там, где это было крайне необходимо. Практически 3 миллиона пошли на освещение сельских улиц, 8 миллионов – на благоустройство территорий, 1 миллион 700 тысяч рублей на детские игровые площадки и более 20 миллионов потратили на строительство и капитальный ремонт социальных и культурных объектов – школ, фапов и клубов. Так в Али Аев откапиталили одну из старейших в республике школ. Покрыли крышу, заменили окна и обновили фасад. Печь заменили полноценным отоплением. Ремонтировали нам школу со всеми удобствами. Туалет, смотрите, классы какие у нас светлые, хорошие, оборудованные на школьное образование и на предшколу там все приготовлено. Ребятишкам очень нравится, мне самой очень нравится. И охота еще работать, лет 20 еще проработать бы, потом можно на пенсию идти. В центре села сделали площадку для отдыха, сейчас ровняют дороги. Восстанавливаются или строятся сельские дома культуры. Совсем скоро новый клуб откроется в селе Заря у Стебаканского района. Деревню курирует Министерство культуры Хакасии. Второй источник поступления – существующая программа Министерства ведомств. В какую сумму вылится эта поддержка, сегодня еще выясняют. Но не скрывают – деньги большие. К примеру, специально для программы сохранения развития малых сел в республике запустили еще ряд ведомственных проектов. Это и деньги за домашний скот, 500 рублей за голову, разработка Министерства сельского хозяйства, а также удвоенный материнский капитал, выплачиваемый от региона. Этим занималось Министерство труда и соцразвития. Сегодня сумма республиканской выплаты – 100 тысяч рублей. После принятия поправок в закон семьи из небольших поселений будут получать единовременное пособие в размере 200 тысяч. Все органы исполнительной власти оказывают посильное содействие, спонсорские помощи привлекаются, усилиями непосредственно самих сотрудников проводятся мероприятия на территориях малых сел. Каждое село сегодня курирует определенное министерство и ведомство. К развитию подопечных деревень подошли по-своему. К примеру, чтобы лучше узнать сельские проблемы, чиновники из Министерства регионального развития решились даже пожить в подшипном им селе Борозда Багратского района и помочь местным жителям по хозяйству. Мы будем доить коров, мы будем заниматься скотиной, мы будем общаться с населением, чтобы понять саму суть проблем. Это лишь первые результаты. На этом программа не сворачивается. Впереди еще два года сохранения и развития малых сел. Есть в каждом селе какие-то очень малообеспеченные жители, одинокие, которым действительно нужна помощь. И им она оказана. Кому-то отремонтировали крышу, и эта бабушка очень довольна. Кому-то просто прибрали и побелили дом одинокому дедушке, который это. Это в каждой деревне. То есть во всей деревне везде есть такие добрые дела, которые непосредственно каким-то жителям одиноким оказаны. Власти Хакасии надеются не только преобразить забытые деревни, но и дать возможность людям жить и работать на земле. Главная проблема сегодня – обеспечить население рабочими местами. Редактор субтитров А.Семкин